Аномальное развитие атмосферных процессов, так ученые объяснили причину паводка в Иркутской области. Выводы опубликовал географический факультет Иркутского госуниверситета. Там уверены, что вероятность повторения такой аномалии довольно высока. Готовы ли Иркутская область к новым наводнениям Натальи Шашина продушат? Сообщество ВКонтакте подслушано. Тулун сейчас завалено предложениями поселить безвозмездно тех, кто остался без крова, и просьбами найти пропавших друзей и родных. Там же фотографии приплывших к берегу домов. Из двухэтажного деревянного коттеджа, торчащего из воды, выглядывает испуганная овчарка. Ученые говорят, что к паводку привело аномальное развитие атмосферных процессов на фоне глобальных изменений климата. И такие явления в будущем могут повторяться. А значит, и защитную дамбу нужно наращивать. В таких масштабах наводнение здесь произошло впервые за долгие годы, рассуждает местный житель Игорь. Последнее зарегистрировано подобное подтопление, такой паводок, был, судя по документам, 1911 год вроде бы. Несколько раз еще топило наш город, 1984 вроде бы, и 2006, но в 2006 по сравнению с этим разом вообще ни о чем, там 9 метров всего было. Поэтому построили дамбу, которая вроде как должна была держать 10, но в этот раз там было 13 с половиной. Насчет того, должны ли ее заменять, ремонтировать или досыпать, пока ничего не слышно, пока выйдем до этого, хочется найти свои дома, куда они уплыли. А вообще предупреждали, что может быть вот таких масштабов паводок? Говорили, что будет до 9 метров, когда незадолго до наводнения приехал представитель власти, он сказал, что волноваться нечего, дамбу выдержит, сейчас вода немного еще поднимется и пойдет на сход. Поэтому некоторые люди, когда волна все-таки перешла дамбу, не успели даже выбраться из домов, ждали, пока их вытащат с крыш. Что касается прогнозов, в гидрометцентре говорят, что в будущем такие климатические явления могут происходить чаще, из-за глобального потепления и общего роста максимальных и минимальных температур. И напоминают наводнения на Амуре шестилетней давности. Повторяемость таких событий раз в 25-30 лет, но в условиях потепления климата они будут учащаться. О погодной аномалии, которая вызвала наводнения, рассказывает замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Там просто прошел атмосферный фронт. Циклоны атмосферной фронты проходят регулярно, и с них регулярно где-то идет дождь. На стыке Венгии и Иркутской области, выше Лфонголии, очень теплый воздух. Там сейчас аномально жаркая погода, до 38 градусов. С другой стороны, у нас с Дальнего Востока, туда с Хабаровска, Самурской области, более холодный воздух поступил. Вот на стыке этих двух жарких воздухов, когда вклинился туда, получился атмосферный фронт, очень активный. Аномалия в том, что очень большой контраст получился. И на этом очень большом контрасте вылились активные ливневые осадки. Там получилось за несколько дней две месячных нормы дождя вылилось. Потому что именно очень большой контраст температуры получился. Выпал бы он в другом месте этот дождь, там где-нибудь в Якутии. Мог быть пожар затушил бы. А он выпал именно в местность, которая низкая. Две основных реки, там Ака и Уда, и их притоки. От такого количества осадков в итоге вышли с берегов. По словам ученых, циклон возможно прогнозировать за несколько дней. А уровень влажности почв за несколько месяцев. Так удастся понять, будет ли наводнение. Обернется ли циклон осадками и сможет ли почва их впитать. Но непонятно, способны ли будут синоптики предсказать это в следующий раз. По крайней мере, о планах наращивать дамбу в Иркутском Тулуне местные власти уже заявили. А в результате наводнения в Иркутской области по последним данным погибли 18 человек. Пропавшими без вести числятся не менее 13. В регионе Миштема разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших на Амешке. И коробки, которые приносят люди, неизвестные клеят логотипы «Единая Россия», в региональном отделении партии говорят, что не знают, откуда взялись наклейки. А уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун в Иркутской области, снизился до 9 метров. Но это все равно на 2 метра больше критической отметки. Так же увеличилось число погибших, паводок унес жизни 14 человек, судьба еще 13, остается неизвестной. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Синьков. Андрей, здравствуй. Какая обстановка сейчас в регионе? Валентин, добрый день. Вода постепенно уходит из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области. По свежим данным, подтопленными остаются 3 района при Ангаре. В Тулунском под водой 23 населенных пункта, в Чумском 14, в Тайшетском 5. В общей сложности подтоплено 4130 жилых домов. Без крыши над головой пока остаются 9325 человек, в том числе 2208 детей. Так же вода еще не ушла из 8 школ, детских садов и больниц. Закрыто 11 участков автомобильных дорог. Самая сложная ситуация в Тулуне и Тулунском районе. Там под водой по-прежнему 143 улицы протяженностью 62 километра. Затоплено 7 садоводств и 3 АЗС. Также стихия повредила два автомобильных моста. Уровень воды в реке Ия постепенно падает. Он составил 900 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. Кстати, важная информация для автомобилистов. Движение по трассе Р-255 Сибирь-Иркутск-Красноярск полностью открыто. В 12 часов дня по местному времени там запустили движение для легковых автомобилей, а уже в 13 часов открыли проезд для тяжеловесного транспорта. При этом работа по очистке дороги от мусора и посторонних предметов, а также восстановление дорожного полотна продолжаются. В соцсетях тем временем начали распространяться слухи о второй волне паводков. Перепуганные люди, которые едва начали отходить от прошлого потопа, приготовились к худшему. Однако такая информация оказалась беспочвенной. В ближайшие трое суток действительно ожидаются дожди в Тулунском и Нижнеудинском районах. Однако они не будут затяжными и на обстановку никак не повлияют. Правительцы уточнили, что такого подъема воды на реках Тулуна не было за всю историю наблюдений. Лишь в 1984 году максимальный уровень остановился на отметке 1133 сантиметра. Однако спустя 35 лет специалисты зафиксировали рекордные 1387 сантиметров. По информации Иркутского областного центра медицинных катастроф за помощью к врачам обратилось 1303 местных жителя. С диагнозом переохлаждения госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок. На сегодняшний день в 15 пунктах временного размещения находится 676 человек. Андрей Синьков, Комсомольская правда, Иркутск. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется и в населенных пунктах Красноярского края. Там затоплено больше 100 дачных участков, но уровень воды начал постепенно снижаться. Жители потопленного Каннска пытались скачнуть права. Ну, по крайней мере, так считает губернатор Красноярского края Александр Ус. Во время визита в город глава региона жестко отреагировал на вопрос местной жительницы о состоянии дорог при наводнении. На прямой связи сейчас в нашей студии корреспондент Комсомольской правды в Красноярске Мария Мишкина. Мария, здравствуй. А вот что так вот у вас рассердило-то губернатора? Галентин, приветствую. Действительно, накануне состоялась встреча губернатора Красноярского края Александра Викторовича Ус с жителями города Каннска. А в Каннске, конечно, не такое детственное положение, как у истеги-иркутян, но город тоже ушел под воду после разлила реки Канн. И вот только-только сейчас вода начинает спадать. А мы увидели размыл огороды, подтопило дома. И понятно, что нервы, конечно, у них тоже натянуты до предела. На этой встрече одна из жительниц Наталья, она работает бухгалтером, ей 40 лет, естественно, 40 лет она живет на той самой улице, которую периодически существенно топит. И, наверное, ее ситуация одна из-то наиболее плачевных. Она задала главе региона вопрос, видели ли вы нашу дорогу, а если сейчас вода пойдет и ее размоет, за нами будут вертолеты присылать. Ну, имея в виду, тот вертолет, видимо, на котором перемещается глава региона. Вопрос был, если в министерии совсем критичный, если, может быть, не самый горячий, но, тем не менее, достаточно острый, и губернатор ответил достаточно тоже резко. На мерзолеты будут присылать? Что вы хотите мне сказать? Нет, ну просто... Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качать. Я не качаю, я спрашиваю. И мы дорогу видели, и котельную видели, и все. И губернатор... Я спрашиваю, если ее размоют, что нам делать? Если ее размоют, нас ее восстановят. На этой встрече было достаточно большое количество СМИ, поэтому и видео с нее, и конкретно этот фрагмент сразу разлетелся по интернету. Попала в федеральное средство массовой информации, стала одним из главных сюжетов, и, конечно, имел большой резонанс. Нам удалось найти ту самую женщину, задавшую вопрос, острый вопрос для губернатора. Зазовут Наталья Птиникова. Она жительница города, ей 40 лет. И она рассказала нам, что 4 раза на своем языке переживала естественные наводнения, поэтому, конечно, очень боится за свой дом, за свою семью и за своих соседей в этот раз. Вот что она рассказала. Немножко шокировала, что человек с такой должности может так грубо отвечать людям. Тем более ты приехал сам к нам на встречу, то есть ты должен был ожидать, что мы будем задавать вопросы. Не всегда приятно, я понимаю, но... И я всегда думала, что такие люди, ну, как сказать, отвечают более корректно на вопросы и не грубят людям. То есть, ну, я постучала, мне кажется, у меня есть право на ошибку в общении с людьми. А такие люди, которые занимают высокие посты, мне кажется, они должны все-таки следить за своей речью. Пожалуй, только сейчас уровень воды в РТК начал немного спадать. Спало на 16 сантиметров и составляет 425 сантиметров. Но до сих пор остаются подтопленными в той 37 преддомовых участках. Там живет 361 человек и здесь 53 ребенка. А вакунированные жители, те, которые не могут жить в своих домах, где жалят пол, включены в функцию временного пребывания у родственников. А почему для людей так серьезно, даже если нет угрозы жизни, нет угрозы здоровью? Конечно, многие из них решились выражать посадку. Многих буквально с ним, где люди переживают, что останутся на зиму без столиний, что у них они были картофеля, а картофель на селе – это тоже очень важно. И все переживают, что в магазинах вырастут сцены, потому что без спекуляции, к сожалению, в таких ситуациях чаще всего не обходится. Но будем надеяться на контроль местных властей. И, честно говоря, жители города Камска и та самая Наталья Остинникова рассказала, что даже немного рада сложившись этой ситуации, этому острому моменту, потому что когда история гремит на всю страну, наверное, к проблемам жителей так или иначе будет еще больше внимания.